С вами я, Татьяна Саламановна Мактум, Сайфудин, читала отрывки из совершенно удивительной книги из моей библиотеки Сен-Жермен, курс алхимии, наука самотрансформации. Внутренним смыслом алхимии является все сопряжение, под этим подразумевается соотношение творения как целого составляющими его частями. Так алхимия, правильно понятая, имеет дело с сознательной силой, управляющей мутациями и трансмутациями внутри материи, энергии и даже внутри самой жизни. Это наука мистиков и сильная сторона самореализованного человека, который после долгих поисков увидел, что он одно целое с Богом и готов исполнять свою роль в Сен-Жермене. Глава 1. Закон передачи энергии. 2000 лет тому назад Христос ходил по водам Галилейского моря, и это было проявлением естественного закона левитации, работающего в диапазоне действия энергии молекулярного сцепления, притяжения и магнетизма, тех принципов, которые делают возможным орбитальный полет. Световые атомы, составляющие тело Христа, впитали по его желанию дополнительное количество космических лучей и духовной субстанции, родство которых с физическим светом превратило его тело в свет, и хождение по морю стало для него столь же легким, как по суше. Его тело было чистым лучом света, сияющим на водах. Наиболее поразительным по замыслу была его способность передавать эту власть над энергией Петру, который благодаря силе своего видения узрел Христа в лучезарном озаренном проявлении. Однако, отведя на мгновение свой взгляд от Христа, Петр вошел в вихрь вибраций человеческого страха, что немедленно уплотнило его тело и привело к частичному погружению в бушующее море. Ободряющая рука Христа, протянутая с чистой любовью, восстановила алхимическую связь и поток духовной энергии через его руку поднял Петра в безопасное положение. Другой пример – высвобождение потока энергии владыкой Иисусом в случае с женщиной, которая коснулась края его одежды, о чем он заранее не знал. Иисусом показывает безличную любовь Бога, равно отвечающую на зовы веры любого из его созданий, которых он сотворил столь чудесно и столь чисто, в высшей надежде на абсолютную космическую свободу для... Для всех. Для всех. Эти два примера указывают на аспекты великого космического закона, который обычно неизвестен среди простого народа, но широко обсуждаются или часто затрагиваются в религиозных группах. Закон передачи энергии жизненно важен для алхимической науки, потому что без него невозможно создать материю. Это закон, по которому нечто не может быть создано из ничего. Сейчас я включу свет. Сейчас. Один момент. Другой свет. Включим книгу. Читаю книгу Сен-Жермена. Так, на чём я остановилась? Закон передачи энергии жизненно важен для алхимической науки, потому что без него невозможно создать материю. Это закон, по которому ничто не может быть создано из-за ничего. Истинное знание объективного закона, передача энергии, также жизненно важно для правильного понимания великого закона. Ведь он доказывает, что Бог, который повелевает солнцу светить на правых и неправых, являет себя через тех и других. Иисус провозгласил во время своей мессии в Палестине, царство небесное силу берётся, и употребляющие усилия восхищают его. Поэтому нужно осознавать, что можно вырвать из рук Бога некоторые из секретов управления силами природы и власти над материей, даже если индивидуум и побуждение его не абсолютно чисты. Но пусть никто не подумает, что поступающий таким образом сможет уйти от ответа, ибо он полностью ответственен за каждый случай, достойного использования энергии и злоупотребления ею в своём мире. Причина, по которой я предпочёл назвать изложение алхимией, в предупредительном замечании и отрезвляющем объяснении не связано с намерением вызвать в ком-либо страх, но скорее внушить всем читающим глубокое и устойчивое благоговение перед Богом, которое является единственным страхом, позволяющим в нашей октаве. В действительности святое благоговение – это то, что порождает во всех, кто любит великий закон жизни, полнейшее почтение к мудрости и поклонение ей, столь совершенно и чудесно создавший всё творение по образу бесстрашной свободы. Древний алхимик всегда был колоритной фигурой, даже для своих современников, но время покрыло его образ золотом славы намного больше, чем та, которой он обладал, как это всегда бывает при приближении к аспектам тайны.